Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Продолжаю рассказывать о выращивании рассады петунии. Я уже показала, как я в гранулах посеяла вот этот сорт кринолин в кассеты. Рассказала, как потом содержать эти кассеты. Сейчас я расскажу метод посева, который самый простой. Называется методом посола грунта. Это простые семена, домашние. Они вот в таком, в обычном виде. Есть метод, когда по одной поштучной ее сеют или на снег разреженный. Вот сейчас я покажу метод посола, который загущенный с последующей быстрой пикировкой. Это самый-самый простой метод, ускоренный. Грунт разложить в лоток, уплотнить, сверху немного увлажнить. Вот у меня он уже потрескался, потому что контейнер мягкий. Когда я вот показывала, носила туда-сюда, вот эти трещины. Это опасно для петунии. Туда могут провалиться семена. Но я на это не обращаю внимания. У меня семян много. А у вас, если семян много, чтобы они туда не провалились, вниз нужно какую-то или пластмассовую подложку, или картон, чтобы он не ходил, не шевелился, вот этот грунт. И в дальнейшем я буду показывать, вы не обращайте внимания, что это трещины. Это не от засухи, а из-за того, что мягкое дно у контейнера, я на это не обращаю внимания. Я увлажнила грунт. Больше поливов никаких не будет. С этих пор мы будем только опрыскивать. Просто беру в руки семена и солю. Типа, вот оно называется методом посола. Как бы хочу посолить землю. Больше мы не прикасаемся к этим семенам. Мы не вдавливаем их руками. Мы ничем не притрамбовываем. Они семена очень маленькие. Они должны находиться на поверхности. Если мы их грунтом прикроем, они могут потеряться. Вот у меня некоторые вот сейчас в дырочке упадут туда, но это ничего. Если их придавить, например, как я первые годы пыталась придавить ложкой, они просто прилипнут к ложке. Все, потом вы их туда не поставите. После того, как я их разложила, я снова их опрыскиваю. Теперь уже более аккуратно, потому что знаю, что там эти малышки лежат. Их может ветром сдуть, струей смыть. Все. И я закрываю контейнер крышкой, светопроницаемой. Вот здесь один бок я скотчем, ну как, скрепляю, чтобы потом каждый день открывать, закрывать, открывать, закрывать. Все. Посев петунии очень просто. Я еще раз говорила, сложно не посеять ее. Сложно потом выдержать условия, которые ей необходимы. А какие условия ей необходимы? Петунии необходим парниковый эффект. Вот условия парничка можно ей создать тем, что вот в контейнер с крышечкой вот с такой посадить. И все. Вся влажность, которая там, влага, которую мы спрыснули, которая там находится, она будет находиться внутри и никуда не денется. Верхний слой не пересохнет. Если бы мы оставили этот контейнер открытым, то, конечно, сразу же в первый день вот этот верхний слой подсох бы, и семена бы оказались на сухой земле, они бы никогда не взошли. Но, повторюсь снова, при создании парникового эффекта все-таки нужно ежедневное проветривание. Каждое утро встаете, открываете крышку, пока там занимаетесь своими делами, умываете, что минут 10 она должна быть открыта. Если вот здесь скопится конденсат, нужно его вытирать. Закрываете снова. Все. Можно вечером повторить, я делаю раз в день. Этого достаточно. Тем, кто не видел предыдущие ролики, я хочу повторить. Сажу в обычном грунте, одна часть земли, одна часть перегноя, немного песка иногда добавляю, иногда нет, и добавляю золы. Все. Грунт должен быть влажным, но не мокрым, не переувлажненным. Он вот такой должен быть увлажненный, как полусырой, полусыхой, полусырой. Больше никаких поливов до самого конца, до пикировки мы не будем делать, потому что, если будет сильно мокро, заведется черная ножка. Только опрыскивание. Опрыскиваю в дальнейшем розовой водой, марганцовкой для дезинфекции. Все. Вот это был самый простой посев простых семян, методом посола земли. Просто все, что у меня было, вот, я взяла и рассыпала. Все. Будем ждать. Когда взойдут, я вам покажу через сколько дней. До свидания. С вами была Ольга Черкова. С вами была Ольга Черкова.